Всем привет! Делаю видеообзор 4 спальные виллы на районе Ченгон. Нахожусь я у первой спальни, в которой, помимо того, что в этой вилле есть бассейн, здесь еще есть вот такой вот джакузи. Мне нравится то, что тут есть, знаете, такая фишечка. Прикладываешь удочку к сенсору. И джакузи работают. Фишечка прикольная. Давайте начнем смотреть виллу. Начнем ее с первой спальни. Что мне нравится и что не нравится в таких спальнях. Ну, тут все в порядке, конечно. Здесь вентилятор, убранный кондер, огромное зеркало, при этом оно чистое. Очень приятно находиться. Ну, мне вот не нравится сам стиль. Не знаю, напишите в комментариях, как вам еще нравится. Вот такой, когда открытое пространство санузлов. Мне вот некомфортно. Не знаю, как вам, может быть, для вас санатов. Открытый душ, открытый туалет. Касаемо шкафа есть сейф, огнетушитель, пара зонтиков, ну и тут всякие полотенца и тому подобные вещицы. Например, есть мыло, гель для душа и так далее. Все выглядит очень опрятно, классно сделано. Помимо этого, у вас есть еще один бонус. Если мы пойдем вот сюда, то здесь у нас есть ванна на открытом воздухе и душ на открытом воздухе. Вот он, видите? И вот, знаете, вот такие, какие-то интересные решения, они позволяют получить, ну не знаю, максимум удовольствия от нахождения в тропических странах. Когда открытое пространство, душ, зелень, вид на море. Это очень круто. Идем дальше, посмотрим, что еще есть интересного на этой вилле. Это была спальня номер один и рядом с ней есть рабочий кабинет. Рядом с ней есть рабочий кабинет. Кондер простой. Диван без каких-то косяков. Видно, что за мебелью следят, чистят ее. Если надо, меняют. Принтер. Никаких ноутбуков нету, но зато есть куча розеток. Это здорово. Немножко книг для почитать. В принципе, для людей, которые работают, это отличное место уединиться и заняться своим делом. Идем дальше. Итак, вот в этом месте у нас получается, есть возможность пойти наверх к еще одной спальне, либо пойти к вон той спальне и пойти вниз на выход к еще одной спальне. Давайте вначале сходим вниз. Я покажу вам спальню на первом этаже. Перед тем, как я в него зайду, покажу, что здесь есть у входа. Что стоит тоже обращать внимание, например, просто зеленая территория. С ребенком что-нибудь тут побегать, как-то покусить нормально. Всегда хорошо, когда есть какие-то места, где можно поиграть с детьми. Это здорово. Вот так выглядит парковочное место. Я так понимаю, здесь две машины нормально встанут. Это максимум. Либо машина плюс байки. И все, пожалуй. Вот мы заходим, кстати, виллу. Когда мы на нее заходим, очень приятное впечатление оставляет вот этот маленький водопад. Здорово. Ну и вообще просто очень приятно здесь находиться. Видно, что вила сделана с душой. Следят за зеленью. Я уже тут походил минут, наверное, 20. И могу сказать, что косяков очень мало. Если и есть, то они такие минимальные. Ладно, переходим ко второй спальне. Здесь у нас есть... Не знаю, как это правильно сказать, но, в общем... Вы сюда это все можете бросить и лежать, отдыхая здесь. В общем, здесь можете построить какой-то большой лежак. Идем дальше. Заходим в спальню номер 2. Так, есть вентилятор. Есть кондер, который работает. И мы его не видим. Вижу Apple TV есть. Скорее всего. Ну, судя по пульту. Так, и касаемо санузла. Большая, большая ванна. И... Здесь есть небольшие косяки. Я не знаю, с чем это связано. Как-то ушатывалось сильно зеркало. Ну, это, наверное... Единственный косяк на виде, который я обнаружил. Такой прям... Нормальный. Я спросил, что это такое. Они сказали, что это элемент дизайна. Можно подумать, что это от воды, например. Но, например, здесь тоже есть какие-то пятна. А воды здесь нет. Потому что здесь нет душа или еще чего-то. Просто туалет. Окей, идем дальше. Мы вернулись в гостиную. Перед тем, как мы сюда пойдем, мы еще поднимемся наверх. И смотрим вилу с верхних этажей. Я когда сюда поднялся, сразу спросил, а что это такое? Что это? Это место для зонтика. То есть, зонтика сейчас нету. Они тут проводят какие-то ремонтные работы. Да, то есть, я туда на вилу прихожу к ним. Они, вы знаете, всегда в процессе улучшения, либо ремонта. Это все делается потому, что на самом деле в Таиланде очень неблагоприятный климат. Как бы это странно ни звучало. Здесь высокая влажность, жара. И строения очень сильно ушатываются в течение времени. За ними надо постоянно следить. И те, кто следит за ними, они как раз молодцы. Эти ребята следят. Посмотрим спаджа. Заходим внутрь. Вентилятор. Чуть шумно работает. Но, в принципе, окей. Так, здесь все у нас хорошо. Самозел сделан в порядке. Все, окей. Нет каких-то у меня претензий к нему. Все сделано на уровне. Все есть. Тоже, огнетушитель, сейф. В чем бонус именно конкретно этой спальни? В том, что вы видите море. Прямо находясь. Или лежа в этой кровати. Вы просыпаетесь. Перед вами море. Классный вид. Очень нравится. Идем дальше. Вот на этом месте здесь можно устраивать какие-то барбекю, пати и так далее. При этом имейте в виду, что вместе с вами на этой вилле находится персонал. И он с 8 до 5 около кухни находится рядом с вами. И помогает вам в приготовлении пищи. Либо вы просто заказываете что-либо. Еда идет сверху стоимости. А они уже готовят. Вот. И, кстати, касаемо вот этого недобассейна. Я говорю, что это такое? Они говорят, ну это вот просто элемент интерьера. Это не бассейн. Я говорю, хорошо, а дети здесь могут купаться? Потому что вот этот бассейн, ну как бы бассейн, он вообще идеален для детей. Они говорят, да, дети могут закупаться. И по сути получается, что у этой виллы три места для купания. Детская зона. Вот эта вот большая зона, да, большой бассейн, который мы еще посмотрим. И джакузи. Очень здорово. С этого места, да, с этого места, где можно, ну спать и место, будем так его называть, можно пойти вот сюда, где мы уже были. Либо спуститься и пройти к кинозалу. Давайте пойдем спустимся вот с этой стороны. Кстати, да, вот обратите внимание, как крыши сделаны. Это не просто крыша, а крыша и на ней поверхность травы, да, какая-то засеяна. Это здорово смотрится. Это создает атмосферу того, что ты находишься в зеленой зоне. Очень приятно здесь находиться. Мне нравятся такие вещи. Кстати, здесь есть также искусственный водопад. Мы сюда сейчас пройдем. Здесь тоже можно просто, я не знаю, медитировать. Вот, вот этот водопадик. В общем, много всяких таких вот прикольных мест, где можно остаться и просто отдыхать. Так, заходим в игровую комнату. Здесь у нас есть американский бильярд. Хорошие киев, кстати, я смотрю. Большой выбор. Нормально выглядят. Не как в барах, знаете, в тайских приходишь, там пара киев полуживых. Здесь у нас кинотеатр. И я спросил, а вот у этого телевизора есть русские каналы? Они говорят, к сожалению, нет. Но вы, говорят, можете установить Apple TV, смотреть, что вам надо и так далее. Ладно, у нас еще осталась одна спальня. Перед тем, как мы ее пойдем смотреть, мы еще посмотрим кухню. Хотя нет. Хотя да. Давайте посмотрим, что здесь есть. Во-первых, перед кухней есть барная стойка. Здесь есть кофе, всякие снеки и так далее. Это за отдельную плату. Плюс олекроплита. И вот отдельная кухня. Большой холодильник, микроволновка, печка. В холодильнике уже что-то есть. Сделано для того, чтобы персонал мог что-то вам приготовить сразу же. Кстати, обратите внимание, здесь есть большая дневная игрушка, чтобы вы могли в бассейне плавать, развлекаться. Вот видите, да, что кухни в таких вилах, они больше заточены на персонал. Касаемо стола для обеда, например. Приготовили вам еду или вы приготовили. Сколько здесь стульев? Мы видим 4 здесь, 4 там. Итого на 10 человек здесь стол. Здорово. Хоть спальня 4 спальня, но на 10 персон стол. Это я очень люблю. Видим, что здесь 2 лежака, здесь 2 лежака, здесь 2 лежака. Классный бассейн. Прям хороший такой. Можно плавать в нем, пловцам. И вот она, последняя спальня. Сделано так же, как и другие, но вот у этих спальней, у них есть нескольких, да, на этой вилле. Есть фишка таких вот открытых пространств, где вы можете принимать ванну. на воздухе, душ. Это классно. Это здорово. Так, ну и что здесь еще есть, напоследок, да? Это то, что есть вот такой вот балкон. Уходим на него. На балконе, если есть небольшой минус, то, что здесь нет стулья, здесь нет стола какого-то. просто какой-то маленький столик, да, я говорю, а где стулья? Ну, говорят, вот ту, типа стулья, ну и пофиг вот. Немножко недоработали они. Не до конца закрыта крыша. Ну, как бы это такой полуминус. Ладно, что хочется сказать. Отличная вилла, четырёхспальная, со всякими бонусами. То есть она не просто стандартная, да, какая-то четырёхспальная вилла, а прокачанная четырёхспальная вилла с несколькими бассейнами, с джакузи, со своим кинотеатром, с персоналом, с парковками, с водопадами искусственными, с территорией, где можно поиграть с детьми, зелёная территория ухода. В общем, одни бонусы. Классный вид, свой менеджер, который за вами будет присматривать во время отдыха. Есть у них бонус в этом резорте, то, что за вами будут заезжать, если вы... То есть три раза можно взять машину. То есть вы говорите, например, хочу в 11 поехать на Чурмон, и там, допустим, в какое-то определённое время, чтобы вы меня забрали с Чурмона с определённой точки, хочу вернуться назад. То есть находясь на этой вилле, вам не обязательно иметь машину, если вы не водите. При этом здесь есть один пляж внизу. Вот он, кстати, как выглядит. Сейчас здесь идут волны, потому что здесь февраль, но в марте, в апреле, когда там волн нет, когда погода поспокойнее, не такая ветреная, можно купаться здесь. Здесь нормальный, в принципе, пляж для купания. Не самый лучший, но и не самый худший. Опять же, в принципе, вы можете находиться здесь, купаться на этом пляжу, купаться в бассейне. И если хотите разнообразия, то можете заказать машину в определённое время, съездить на Чурмон или Чурмон. На этом всё. Классный вариант. Рекомендую. Я считаю, что этот комплекс, искренне считаю, что это топовые варианты по виллам на острове Самый. У них есть всё для того, чтобы вы здесь чувствовали себя хорошо. Это как будто бы, знаете, это отель, который построил виллы с кухнями. Понимаете? Многие строят отели, да, они строят виллы, но в них нет кухни. Вы не можете... Вы всегда привязаны к ресторанам. А вдруг вы хотите готовить сами. И вот что мне нравится здесь, то, что здесь хорошо сделаны кухни. То есть там есть всё необходимое, чтобы вы готовили сами. Это очень здорово. Зелёная территория, природа, птицы, море. То есть я считаю, что это один из лучших вариантов на острове Самый. На этом всё. С вами был Лев из компании Балсамый. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok